Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания». Я, Надежда Хлыстова. Сегодня гость студии, архитектор, автор проекта «Здание национального музея» Анна Ильина. Анна Викторовна, расскажите, чем занимается Ваша архитектурная мастерская? Что Вы проектируете? — Проект «Байкал» — это серьезная проектная организация, которой в прошлом году исполнилось 15 лет. В основном мы проектируем общественные здания, жилые комплексы. То есть, в принципе, занимаемся архитектурным проектированием. — Скажите, пожалуйста, история национального музея проекта довольно-таки длительная, насчитывает больше 10 лет, и за это время было много всего вокруг. Наконец-то вопрос решен благодаря трудню, так сказать, точка поставлена, и уже стартует работа. Когда они стартуют, где они стартуют, и как бы вот чего ждать в самое ближайшее время горожанам? — Как Вы сказали, правда, истории проектирования национального музея 10 лет. И сейчас определили с площадкой. Это будет на острове, то есть на пресечении двух рек Селинги и Уды. Ну, мы сейчас занимаемся корректировкой проекта, то есть мы привязываем его на новый участок. Насчет срока строительства, ну, это вопрос не совсем мой. — Не к вам, да. — Да, потому что, ну, наша задача сделать проект, ну, сделать корректировку. Я, конечно, очень надеюсь, что музей построится в ближайшее время, но учитывая последние события, ну, сложно загадывать. Но будем надеяться, что все будет хорошо. — Анна Викторовна, национальный музей в виде плывущего по воде цветка, ну, кажется, уместным для строительства именно на острове, да? Но есть проблема такая, что в связи с поднятием уровня воды, в многоводный период особенно, возможно ли его подтопление? И а какие именно внесены изменения в проект в связи с выбором нового участка для его строительства? — Не поплывет ли цветок? — Да, еще до начала проектирования мы изучили вот этот вопрос, то есть мы работали с гидрогеологами, они провели анализ, обследование данной территории и выявили нам, ну, то есть они проанализировали вот паводки в течение последних ста лет и дали нам отметку, от которой мы вот как раз и проектируем. То есть отметка, которая учитывает еще дамбование, то есть при дамбовании у нас же поднимется на 90 сантиметров вода, то есть именно вот эту отметку мы берем за основу. — Да, да. И из-за изменений мы добавили нижний этаж, то есть таким образом, если раньше у нас фондохранилища располагались на уровне земли, то сейчас они поднимаются выше, чем на 3 метра от уровня, то есть от 1% паводка, который бывает вот раз в 100 лет. И если говорить об этом этаже, ну, я, в принципе, могу вам показать на плане, то есть это вот самый нижний этаж, который добавляется, это самый нижний этаж, это вот новый этаж, и мы хотим внести, ну, еще одну изюминку, то есть мы пропускаем улицу под здание, то есть здесь у нас планируется открытое пространство, то есть для уличной экспозиции, то есть там, возможно, будет парк-миниатюр, как, в принципе, хотел музей. Ну, вот в желтом обозначены технические помещения, здесь вот главный блок, тут, ну, из-за вот этих изменений у нас получилось, что главный фонд также спустился на уровне земли, то есть на первом этаже у нас будет основной вестибюль с гардеробом, и дальше по лестницам и лифтам мы поднимаемся на верхние этажи, то есть где у нас вот визит-центр, где основные вот помещения. А вот какие-то дополнительные столбы, да, чтобы повыше, покрепче? Да, ну, у нас конструктивная система, то есть железобетонный каркас, наши конструкторы, они корректируют армирование каркаса, меняют фундаменты под новую площадку, то есть мы, конечно же, учитываем сейсмику, то есть на острове 9 баллов, допустим, на верхней березке было 8 баллов. То есть вы заложили на 9 баллов сейсмику? Да, конечно. То есть мы абсолютно все учитываем, рассчитываем нагрузки. Не поплывет, не упадет. Да, конечно. Скажите, ранее известный бурятский архитектор Геннадий Хунхенов, по-моему, раскритиковал проект, сказал, что очень дорогая инфраструктура. Так ли это на самом деле? И также он называл ошибку еще включения фонда, по-моему, в музей природы, сказал, что это анахронизм, нужны ботанические сады, океанариумы и так далее, такие современные вещи. Расскажите о начинке поподробнее. Сколько там будет этажей, что где будет находиться, какие музеи, какие фонды, что можно будет увидеть? Насчет того, что будет дорогая инфраструктура, ну, в любом случае, такое здание, как Национальный музей, будет иметь такую дорогую инфраструктуру, где бы он ни построился. То, что в любом случае нужно подводить инженерные сети, канализацию, отопление, воду, также электрические сети. То есть это неизбежно. Насчет того, что была совершена ошибка, ну, вот включение фондов природы, ну, нужно учитывать, что это реальный проект, и мы работали по реальному техническому заданию, который утверждался заказчиком и всеми заинтересованными лицами, то есть, ну, самим музеем. То есть мы не могли по своей какой-то инициативе убрать музей природы. То есть у нас было техническое задание, и мы по нему работали. Расскажите о начинке музея, что там будет находиться? Так, за образ здания взят образ цветка. Изначально это была интерпретация цветка айганга, ну, цветка степи, то есть когда мы проектировали на верхней березовке. Сейчас больше подходит образ лотоса, ну, цветка, плывущего по воде. Вообще у нас, получается, четыре блока, четыре лепестка. Три из них символизируют три музея, которые объединяются вот в этом здании. То есть это художественный музей Инцемпилова, природы и музей истории Хангалова. Вот в этом главном блоке, ну, четвертом лепестке, у нас располагаются, ну, вот вестибюли, визит-центр, большой конференц-зал, детский центр, библиотека, ну, административные помещения. И все вот эти наши четыре лепестка, они завязаны вокруг центрального пространства многосветного, который, ну, является стержнем и тоже имеет символическое значение. То есть это символ СРГ, символ древа жизни, символ места. Мы вот когда разрабатывали архитектуру, мы старались показать вот гармонию с природой. То есть у нас линии такие, они будто бы, ну, вот показывают, что здание вот именно вырастает, вырастает из земли, эти лепестки закручиваются вокруг центрального пространства. Ну, то есть мы хотели добавить поэзии в архитектуру. Вопрос, чем вы вдохновлялись, когда делали этот эскиз? Получается, вот эта концепция у меня возникла именно при работе над дипломным проектом. То есть тогда у меня был очень большой поиск, мне хотелось найти очень красивый образ, ну, который бы олицетворял природу Бурятии, ее историю, большую культуру богатую. И хотелось найти очень красивые, красивые образы. И вот мне, можно сказать, попались строчки поэта Дондока Лазатуева «Цветки айаганга», «Голубом цветки степи». И вот эти строчки как-то тронули мою душу, то есть я как будто перенеслась во свое детство. Анна Викторовна, можно прочитать стихотворение, которое вас вдохновило? Да, конечно. Вы слыхали когда-нибудь о траве голубой айаганга? Ее имя, как отзвук старинного медного гонга. У нее суховатые колкие стебли, от нее синеватые наши бурятские степи. Когда-то планировалось, что в здании Национального музея будет визитный информационный центр. Вот есть какая-то информация по этому вопросу? Мы сохраняем визитный центр, но я думаю, что это очень логично, потому что где, как ни в музее, человек, приехавший в Улан-Де, в Бурятию, может узнать все о истории, о культуре бурят. Анна Викторовна, по ценам вопрос интересен тоже. Изначально говорилось о том, что проект обойдется в 1,3 миллиарда рублей, потом цена поднялась до 2 миллиардов рублей. Сейчас какие-то цифры в этом смысле изменились. В любом случае, сметная стоимость будет индексироваться на текущий период. Какие материалы используем для строительства? Мы, конечно же, хотим заложить очень качественные современные материалы. Будем надеяться, что цены не подскачут. А можно уточняющий вопрос? Я хотела узнать насчет общей площади музея, во-первых. Во-вторых, правда ли, что там собираются засыпать какую-то протоку для того, чтобы была площадь побольше? Насчет протоки мы говорили, по-моему, в 2019 году. То есть это было одно из предложений. Сейчас же мы решили, что оставляем протоку. Просто мы проектируем пешеходный мост, который свяжет наше здание, остров с материком. А какая общая площадь будет у него? Общая площадь у нас 14 900 квадратных метров. Это включая все этажи, наверное? Да, да. Ну и включая частично вот этот новый этаж, который мы добавили. А сколько будет этажей? Ну у нас то, что 4 блока, там этажность немного разная, но максимально вот 4 этажа. Скажите, вот проект с реальностью, воплощенный несколько, в итоге имеет тенденцию расходиться. Все потому, что, ну вот цены, да, потом какой подрядчик попадется и прочее, прочее. Получается вопрос простой. Авторский надзор на сегодняшний день это довольно-таки сложная проблема для архитекторов. Как вы видите ваш авторский надзор за таким достаточно дорогостоящим, сложным и долгим объектом? Хочу сказать, что мы будем действительно настаивать на том, чтобы проект воплотился именно в таком виде, в котором мы его видим, в котором мы проектируем. То есть насчет авторского надзора, скорее всего, в основном буду вести его я. Ну так как за 10 лет я все-таки приобрела определенный опыт, я считаю, что в моих силах это сделать. Но, конечно же, Валентина Ивановна будет включаться, когда будут решаться какие-то ключевые и важные моменты. Ну а также, ну авторский надзор ведет не только архитектор, там будут и другие специалисты, которые отвечают по своим вопросам. Ну и самый главный человек, это, конечно же, ГИБ, то есть главный инженер проекта, который как раз будет контролировать стройку. Анна Викторовна, вы частично затронули уже этот вопрос о благоустройстве прилегающей территории. И, насколько я знаю, там рядом еще театр Байкал разместят, еще, может быть, какие-то здания. Вот как вы думаете, что было бы логично разместить рядом, да, вот в ближайшем окружении? Соседство таких крупных, двух крупных объектов, как Национальный музей театра Байкал, это, конечно же, очень большой плюс. Ну то, что они дадут огромный толчок для развития вот этой территории, ну и исторического центра. Конечно же, мы проектируем, ну вот благоустройство нашей территории прилегающей. То есть мы там планируем сделать достаточно интересное благоустройство. То есть там будут и зоны отдыха, и площадки для, вот, как я сказала, уличной экспозиции. Там будет и детская площадка, и уличный амфитеатр. Ну, у нас еще организовываются спуски к воде, то есть мы также с помощью, ну вот, таких вот, ну не сказать, что пандусы, просто вот дорожки с минимальным уклоном, чтобы люди могли, ну так же и маломобильные, да, они могли спуститься к воде. Ну и здесь вот предполагаем скамейки какие-то, ну вот, чтобы можно было просто посидеть с книжкой, например, почитать, посмотреть на воду. Также мы, конечно же, из расчетов делаем автостоянки, максимально все предусматриваем в нашем проекте. Ну и также, я как уже говорила, что у нас планируется вот пешеходный мост, под пешеходным мостом мы хотим провести все коммуникации инженерные. То есть там будут, ну вот, и канализация, водопровод, тепло, и они вот как раз выходят в этот главный блок, где внизу у нас основные технические помещения. А вот сейчас очень много говорится о реконструкции исторической части города. Вот если бы к вам обратились за помощью и попросили у вас помощи, вот какое бы вы решение предложили, что-то может изменить, еще поменять? Для развития исторического центра, конечно же, нужны деньги. Ну для этого застройка, она должна быть привлекательна для инвесторов, ну чтобы люди вкладывали свои деньги, вот. Но она должна подчеркнуть исторический дух нашего центра. То есть, чтобы это можно было понять, что все-таки Оланды, а не какой-то там другой город. А вообще вот эта профессия сейчас востребована? Как я считаю, архитектор может проектировать все, что угодно. То есть дать ему, можно сказать, голый участок, он может построить дом, спланировать, то есть сделать вертикалку, посчитать земельные массы, благоустройство сделать, потом внутри, то есть интерьеры продумать. То есть, в принципе, ну вот профессия, она в любом случае будет востребована, даже если не будет там таких крупных проектов. Ну, то есть это же тоже не каждый год выделяются средства и так далее. Но для... Ну, дома будут строить всегда, да? Да, дома, интерьеры, то есть это всегда будет. А вот про точечную застройку? Ну, это очень обречает. Но мне кажется, что это все-таки большая проблема градостроительной политики. То есть у нас градостроительство, архитектура, они как-то, ну, то есть не могут повлиять на вот эти вот решения. То есть, допустим, в прошлые годы очень часто было, что строился дом, выходил за красную линию. То есть сейчас невозможно, допустим, где-то расширить дороги, потому что уже, ну, построено здание. А есть в городе здания, которые вот лично вам нравятся? Возможно, это какие-то старинные здания? У нас очень много красивых старинных зданий. Или современные какие-то? Мне всегда очень нравился именно наш исторический центр, то есть именно деревянное зодчество. Это то, что отличает Улан-Де от многих других городов. То есть, и я также надеюсь, что будут выделяться средства именно на реставрацию, реконструкцию вот этих вот памятников архитектуры, потому что те же торговые центры, жилые комплексы, их очень много во всех городах. Ну, то есть, можно сказать, даже иногда непонятно, что за город, потому что везде примерно одно и то же. Анна Викторовна, вам несказанно повезло. Ваша первая, можно сказать, студенческая работа не просто получила признание на конкурсе, она воплотится в жизнь. И вот она-то через 50-100 лет точно будет в городе Улан-Удэ. И уже сейчас, можно сказать, это будет, ну, знаковое здание, можно сказать, визитная карточка Бурятии. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя счастливым человеком? Ну, я, наверное, почувствую вот это вот счастье, именно тогда, когда начнется строительство. То есть, его уже отодвигали на 10 лет. И, ну, как бы вот эти события, которые сейчас происходят, они меня очень сильно беспокоят. То есть, я очень надеюсь, что финансирование будет, что музей построится. Ну, а процесс строительства, это уже под нашим контролем. То есть, здесь мы уже будем, ну, как, прилагать все усилия, чтобы было именно так, как мы хотим. Но главное, чтобы было финансирование, и главное, чтобы строительство началось. А можно еще уточнить, а есть какой-то такой проект, который вы бы сказали, вот, да, музей закончим, я хочу вот это построить? Я думаю, как любой архитектор, он хочет построить дом своей мечты. То есть, из таких вот небольших проектов я бы, конечно, хотела спроектировать для себя дом, дом архитектора, ну, и там учесть все свои вот, свои пожелания. Спасибо вам большое. Сегодня нашла время и пришла к нам в студию автор проекта здания Национального музея Анна Викторовна Лина. На этом все, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»